Всем привет, с вами Ванок и сегодня мы будем смотреть на очередной патч для Freemangorial Warfare. Эта игрушка меня пока что еще не отпускает, хотя я на некоторое время забрасывал игру в нее, потом опять возобновил. Понял, что, да, несомненно, конечно, в игре есть масса нареканий, потому что компания здесь не настолько богатая, как хотелось бы. Сражения несколько такие однообразные и после кучи проведенных сражений они просто начинают со временем надоедать, потому что никакого разнообразия здесь нет. Но, в принципе, на самом деле и в Warband мы особенно их и не видели, этих самых разнообразий. Но, тем не менее, в общем, много за что на эту игру, на самом деле, можно поругать и даже, наверное, больше, чем в ролике, который я когда-то выпускал. В принципе, не когда-то, а относительно недавно. Кто, кстати говоря, хочет, может посмотреть. Сегодня мы все-таки будем говорить не про достоинство и недостатки данной игры, а про новый патч за номером 1.2. И этот патч принес много интересного. Наверное, в принципе, этот патч как раз таки и призван решить ряд проблем, которые имеются в данном проекте, а именно по части контента, по части наполнения, равнообразия и тому подобного. И давайте, собственно, приступать к делу. Сегодня я, наверное, был более емкий, чем в тот же раз, потому что предыдущий патч я осматривал, я сказать, так, расхлестанным. Ну, а сегодня мы будем предельно собраны, да? Итак, приступим к делу. Начнем мы с таких вещей, как новые кампании. Их здесь у нас появилось, аж, смотрите-ка, 5 штук. То есть раньше у нас была только классическая кампания, мы ее все знаем, ну, по крайней мере, те, кто играл. Я вам, в принципе, ее показывал. Здесь все более-менее примерно сбалансировано. Есть бандиты, есть фракции различные со стартовыми армиями, со стартовыми городами. Набор фракций нам тоже известен. А есть различные вариации стартовой кампании с различными стартовыми условиями. То есть в каждой из кампаний какие-то условия несколько меняются. Ну, например, челлендж мод, наверное, самый, наверное, интересный для тех, кто любит хардкор. В этом режиме здесь у нас, в принципе, нет никаких фракций уже. Остались только бандиты. Я даже вам сейчас это все дело запущу. Естественно, на норму. Либо мы сейчас, чтобы вы просто понимали вообще, в чем суть, будем запускать все на одном и том же сетапе. То есть с одной и той же предыстории. Запускаем. И смотрим, что у нас получается. Ну, естественно, скипаем. Мы обучение. И видим, что тут. А, собственно, у нас есть только одна фракция наша. И все. Через все территории каждый из городов на карте он занят какими-то бандитами. Тут, допустим, у нас пустынные мародеры живут. Тут у нас там какие-то казаки, повстанцы. Где-то просто бандиты. Где-то еще что-то. В принципе, у каждого из городов не такой прям огромный гарнизон. Но мы-то начинаем. Конечно, все зависит, само собой, от вашего сетапа стартового. Но, все равно, тем не менее, даже с хорошим сетапом мы начинаем. Не с такой большой армии, с не такой хорошей экипировкой, чтобы сходу что-то захватывать. Нужно как-то выкручиваться, то есть бегать по деревням, чтобы, допустим, пособирать себе в армию людей. То есть вот у нас тут есть какие-то жители, допустим, даже просто деревенщины за 4 тысячи. Хотя бы, допустим, его нанять, там, гангстера нанять и прочее. То есть это, хоть и принадлежит вот этим бандитам, тем не менее, мы можем к ним зайти. Что касается города, я так думаю, что мы попытаемся к нему сейчас зайти. То максимум нам дадут в него проникнуть. Вот эти ребята вроде как-то у нас пока что не бросаются. Но мы-то знаем, что они нам враги. Видите, тут как раз именно проникновение в город. И тут, допустим, видите, у нас такой же вариант. Здесь у нас может получиться проникновение, а может нет. Единственное, что если в Варбанде, допустим, да и в классическом Атенблейде, если у вас не получалось, если вы отбивались от стражи, то здесь нам просто, видите, предлагают заплатить 200 золотов или же отпускают с мером. Кстати говоря, вот этот функционал я вам даже ни разу не показывал, хотя его ввели достаточно давно. Есть, допустим, вот такая кампания. Можем пойти, допустим, выбрать Continental of House, где опять же тот же сетап стартовый. Опять же создаем персонажа, опять же загрузочка. Само собой на нашу фракцию создать. И здесь мы, допустим, начинаем со стартовым городом. То есть нам сразу дается город, при том, что сетап тот же. То есть это не сетап, который нам именно город дает. Это именно особенности данной кампании. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, допустим, что города как-то очень странно поделены. Здесь есть фракции уже. Фракции, причем к нам все агрессивно настроены. И все воюют со всеми. То есть, условно, эту кампанию можно назвать какими-то такими, знаете, вариацией Battle Royale, только в масштабах глобальной стратегии. Ну, наверное, все-таки, наверное, может быть, неправильно будет прям глобальной стратегией называть. Все-таки это несколько иной уровень, он более такой мелкий. Но, допустим, как-то так получается. Здесь, опять же, война кругом. Все со всеми, все к нам враги. Но у нас здесь, правда, старт в город. Правда, армии до сих пор нет. То есть, вот такой есть вариант в том числе. Или же, опять же, идем. Выбираем кампанию. Вот, допустим, Free War Parties. Мы берем. Опять же, стартуем. Опять же, так вот. Главное всегда скипать. Что мы тут получаем? Ну, во-первых, вы сразу можете поднимать. Они нам тут аж два города дают. То есть, вот тут туманивка. И минов нам выдается. Это, кстати, игра сфиксирована стартовая позиция. То есть, я запускаю эту кампанию уже во второй раз. До этого не под запись спускал. Там такой же сетап был. То есть, это все жестко задано. И мы получаем здесь вот такой сетап. Здесь у нас чего? Здесь у нас есть три фракции. Ну, не считая нашей. Которые, опять же, друг с другом воюют. У них при этом города поделены, опять же, за исключением наших. А между друг другом по карте. И вот тут, опять же, мы можем поучаствовать в масштабных сражениях. Тоже, либо свои интересы выдвигать. Либо помогать кому-то. Потому что здесь уже у нас вот эти минусы отношения. Но они нейтральные по факту. Мы с ними не воюем. То есть, допустим, есть такой вариант. Я понял, что сейчас все показывать не буду. Просто вам описал вообще, в чем разница, в чем приколы. То есть, можно найти кампанию, которая вам больше понравится. Которая вас интересует. Хотя, в принципе, в целом, конечно, все-таки, в глобальном плане это будет оставаться тот же Freeman. То есть, не меняясь здесь прямо так капитальные условия. Идем дальше. Вы, наверное, уже заметили кнопочку Campaign Mode. Я не знаю, почему называется Campaign Mode. Потому что, на самом деле, это даже не кампания. Это, опять же, на надпись вот здесь. Это именно encounter. Это именно сражение. Как, опять же, у нас есть в Warbande возможность посражаться на каких-то нам картах. Собственную битву создавать. Так и здесь есть, опять же, есть собственное создание собственной битвы. А есть заранее заготовленные битвы различными условиями. Допустим, тут, видите, охота на бандитов в чернивке, баривка, брейк-аут и какие-то прочие. Кстати, вот эти я и не запускал. Но давайте, ради прикола, запустим, допустим, баривка в брейк-аут. Посмотрим, как здесь. Ага, все, понял. Здесь нам дается вот такой вот набор. Просто заранее уже задан какие-то характеристики. Ну, тогда запускать смысла нет, мы сразу перейдем вот в кастом-кампейн, как у нас собрали кастом-бэттл. Я не знаю, опять же, разработчики странно назвали. Причем они даже в описании патча так же назвали. И, честно говоря, даже меня ввели в заблуждение, и я долго не мог понять, в чем прикол. Допустим, груз все сразу понял. Собственно, то же самое, только здесь у нас все настраивается самостоятельно. То есть мы можем, смотрите-ка, выбирать фракцию, за которой мы будем выступать, фракцию противника. Ну, допустим, поздно батальон. Количество юнитов, размер армии противника и свою армию. Ну, допустим, мы вот так делаем себе, а противник там 150 ставим, грубо говоря. К карту мы выбираем. Опять же, здесь есть не такой большой выбор, но выбора, в принципе, тем не менее присутствует. Здесь получается 6 карта. Допустим, что-то вроде такого. Пустынную карту. Время дня, допустим, день пусть будет. И, опять же, здесь можно выбрать тип. То есть есть взятие деревни. Кстати, да, тут же меняется карта, когда меняешь режим. Сейчас сразу не подумал. Ну да, логично. Защита города, штурм города, рейд деревни и так далее. Ну, пусть будет защита города. Какой-нибудь там снежная карта. На снежных картах я почти вообще, по-моему, не сражался. Но имеет даже не смысл новинку. Причем тут аж 2 вариации снежной карты. Когда мы все настроили, нам осталось только выбрать себе нашего юнит. Ну, допустим, будет пусть элитный снайпер. Хотя, вот я не помню. Я как-то сделал, я уже тут выбирал. Я тут не помню. Альфа Спешл Хорс или же Элит Скотс. Потому что там вот это зависит стартовое оружие. Оно только одно дается. И мне бы хотелось бы не то, что... Ну да, ладно, пусть будет снайпер. Я, конечно, снайпер еще тот. Ну, допустим. В общем, когда мы все настроили, жмем, опять же, почему-то кампанию. Нам начинается битва. Я прям сейчас, наверное, пролагмин буду, потому что слишком много участников сражений. Здесь мы, кстати говоря, можем сразу и наблюдать примерный предел количества юнитов на поле боя, которые разработчики для этой игры продумали. Потому что мы понимаем, что если они поставили там 150-150 сет и с той стороны, значит, столько же. Хотя, на самом деле, мы сейчас не сможем выставить все 150, потому что у нас будет ограничение, скорее всего. Давай. Мы можем выставить только часть наших сил, а остальных уже выставлять в процессе. Ну да, ведь у нас максимум может быть 78 человек. Партийник у нас наступает здесь, поэтому мы сразу где-нибудь вот тут выставим. Единственное, что... Единственное, что... Да, вот оно. Я вот... Тоже, опять же, это всегда обходил вниманием, хотя есть вот такая фишка. Здесь можно именно вот перед началом боя свою армию перетягивать. Единственное, что я, честно говоря, не пойму, почему нельзя сразу всех вместе перетащить, а только по одной армии можно перетягивать вот таким вот нехитным образом, потому что логичнее было, что можно опять, как и в случае, в принципе, с классическим подходом к такой механике, то есть взять, выделить всех и всех сразу перетащить. Разработчики, видимо, что-то как-то не подумали над этим моментом. Вот. Но то, что они видите красное, значит, что они еще не активны, потому что, если кто вообще знает, вы, по идее, должны знать, в этой игре до старта, вот в начале боя у вас стоит пауза. То есть вы здесь можете что угодно делать, в том числе даже, сейчас я вам покажу, вы можете себя перетащить. Вот самое главное. Вот. Расставить как надо. Но, в принципе, особенно это смысл использовать я не вижу, потому что, ну, как бы, а толку от этого? Ну, перерасставил ты, а все равно там до противника бежать. Ну, эти аними такое тоже можно сделать. Так, что у нас тут? Ну, само собой, пролаг. Залезьте сюда, я так не... А, нет, вот могу вот сюда залезть сразу же. Высоко сижу, далеко гляжу. Противник уже где-то попер, наши по-кремению не стреляют. А, ну вот он. Да. А, вот он. Это трава, которую я почему-то принял за противника. Ну, у меня кто-то стрелял. Тем не менее. Так, нет, что-то у меня тут не нравится, вот у меня стреляют, попадают. Я даже не вижу, кто. Иногда удобно, иногда... Так, да, смотрите-ка. Хотел показать. Ну, как обычно, играешь сам, там и прочее. Нормально все получается под запись, сразу начинаешь лажать. В принципе, у нас есть две лечилки, одну я подозреваю с лужи. Ну, хорошо, где вы, сволочи? Пулей вижу. Где я не вижу. Хотя ясно... А, вот они стоят на месте. Ну, да, снайпер, конечно, не очень подходящая вещь для динамичного сражения. Вообще, на самом деле, я в этой игре нашел уже оружие своей мечты. Да, блин, банально. Меня просто убывают. Так, давайте-ка вот так мы сделаем. Бой, мои верные солдаты. Вот так вот, оружие моей мечты. Это тупо калаш. Хороший, правда, калаш. Ну, то есть, ассоулт рифл с оптическим прицелом. Вот просто. Вот, по сути, та же снайперка в плане приближения с хорошим прицелом. Но при этом у тебя есть возможность стрелять не... Как стреляет снайперка? Выстрел на перезарядку у тебя прицел с ним отодвигается. Вот там прицел не отодвигается, там можно стрелять очередью. Меткость эксперимент такая же с ОСТ прокачанной. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Очень удобная вещь. Здесь, конечно, штурм города, чем неудобен, то что реально вроде город кругом, а спрятаться особенно некуда. Вместе стреляют. Ну да, снайпер все-таки в этой игре не очень удобно. Класс, не класс. То есть, здесь много ноут, именно связано с тем, что вроде бы ты должен быть метким воином, а получается по факту, что у тебя... Так, ну, само собой, это я вообще даже не постелю. Главное, твое преимущество это урон, который ты носишь, оно не работает, потому что у того же калаша урон такой же, а при этом у него нет этих недостатков. Но это я так бы говорю. Ну, в принципе, вот такая фигня, то есть, можно себе с кастомами это делать. Не очень большое получается разнообразие в плане возможностей, само собой, потому что, опять же, карты количество ограничено, но что-то придумать можно. Допустим, мы можем выбрать другой вариант. Сейчас мы тогда играли за одних, но давайте, типа, поиграем за террористов, взлебных террористов, которые сражаются с какими-нибудь там пиратами, например. Ну и, допустим, мы тут выберем уже не сити-дефэнс, а что-то такое стронг огня-хилейш, кстати, я не знаю. Давайте играть прикол и посмотрим. Ну, и, само собой, я выберу себе террористов. Ну, в смысле, класс террориста. Так, а ты что тут? Не сработало ограничение. Ну, чисто по приколу, так, сейчас два запустим. Сажаться полноценно я не буду, тем более, что, как показывает практика, на записи это не так хорошо получается. Но, для, так сказать, отображения вообще, что здесь можно сделать, я думаю, что пару бит нам все-таки, так сказать, вам запустить, хоть здесь и загрузка, игрушка у меня работает на СССР, я не помню, рассказывал, не рассказывал. То есть, это то, что сейчас долго загружается, на жестком диске, наверное, еще дольше вас будет загружаться. Кстати, обратите внимание, максимум 78, то есть, мы берем там 80 человек с вами, а с собой, а лимит у нас все равно такой же. То есть, в этом плане, как бы, особенные нету смысла дергаться. Ну, допустим. Поехали. тут у нас просто коллаж без прицела. Вот, можем сделать вот так вот. И в молоко пострелять. Ну, кстати, там, дымовушка, дымовушка дана еще до кучи. Ну, опять же, движуха пошла, вот они. Ведь простые ребята, они, видимо, стреляют. Опять же, я не помню, даже, играет клавиша, какая дымовушка. Я помню, в прошлой части настраивал, 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 а потом забыл, на что в итоге настроил. Но я ее вам в прошлый раз показал уже, ведь как она работает. Хэ, да, точно. Вот так вот кидаешь, надо заранее навестись куда-то и кидаешь, иначе потом ты не успеешь ничего сделать. Ну, и так стоять. Я уже, на самом деле, в этой игре без прицела разучился стрелять. это не так удобно, чем стрелять с прицелом. У нас тут окруж... Ой, шальная пуля пролетела. Видимо, попала в каску, потому что не очень много сняла. На, начиная с каких-то гречи с графикой, еще до кучи, но график в этой игре не самая сильная сторона, я думаю, вы это понимаете. Опа, опа. Кто-то, кто-то меня видит, я никого не вижу. Но там где-то они еще любят боты, вот тоже, они очень хороши страны в этой игре, а боты здесь настолько тупорылы, что они зачастую бывают вот просто да, хватит мне попадать. И, короче, стоят и стреляют в землю. С чего они стреляют в землю? А потому что, на самом деле, там ниже по уровню за горой стоят противники, и они как бы их видят, потому что боты здесь видят все насквозь. Но, и поэтому они пытаются не стрелять. По идее, что получается это очень плохо, потому что в итоге же земля-то она все-таки задерживает пулю в этой игре, но не стреляют, настреливают, будь здоров. Ну да, меня в итоге убили. Так, ну ладно, в общем, такие вот энкаунтеры это чисто разоликоха, но она не сильно интересна, точнее как, она может кого-то и будет интересна, вот, не знаю, что подлагивает сильно, и выживите, долго выходит, когда много людей. Но, понятно, что здесь вы начинаете с реквипом, который вам не может быть, не очень хорошо подходит. Здесь, соответственно, по сути, те же сражения, которые вы можете наблюдать и в компании, а как мы уже видели, сражения здесь не с самой лучшей стороны. Поэтому, ну, как бы сделали, вроде бы неплохо бы и на пару с различными компаниями контента прибавилось, вот, но я не скажу, что прям капитальное крутое изменение, которое прям все меняет, нет, но просто дополнение, которое, в принципе, неплохо. В общем, ладно, идем дальше. И сейчас мы посмотрим на еще парочку изменений, которые в этой игре появились. Одно изменение я вам сразу покажу, второе надо будет сейчас само разобраться. Потому что изменение номер один связано с Black Market, с черным рынком. Здесь у нас появились различные виды экипировки, которые, типа, самым разработчиком теперь переработаны. Надо разобраться. Я, потому что, честно говоря, ты смотрел, что он рядом с моим городом, а как он работает? Вообще, разработчики пишут следующее. Обычное оружие убрано из черных маркет, из темного, да, черного маркета, черного рынка, вот, что-то я заговорился. Оно перерано обычным торговцам. А на черном рынке в свою очередь может выбрать одно из кастомных оружий с лучным параметром. Не знаю, может быть, потому что у меня кампания уже начата. Опять же, мы же знаем, что в этой игре есть такой нюанс связанный с тем, что, как бы, после каждого патча кампания старая сохраняется, но, допустим, я-то долго не мог найти, сих пор не могу найти, правда, я и когда запускал, не мог найти такую вещь, как, там, новое оружие, которое с предыдущим патчем появились. Я еще долго дал, откуда УЗИ, СУЗИ вроде как в игре уже было. Ну ладно, в общем, не судьба-то. Пойдем, мы следующие изменения искать пока, что черный рынок может сейчас разберем, ну, создадим новую компанию, там попробуем найти его и там посмотреть, будет ли появиться что-либо. Вообще, нам же нужно зайти в бар и появилась такая вещь, как азартные игры. Вот так. Собственно, что мы здесь видим? Мы здесь видим некую, некую, ну, это получается квадрат, на самом деле, это как бы условный круг. Я так понимаю, что мы сейчас нажмем, и нам что-либо здесь выпадет из этого, может выпасть что-то хорошее, крутое, там, СВДМ, там, у меня, РК-12, или там денежки, либо выпасть даже минус, там, минус тысяча монеток, там, или какой-то там просто спасибо, или букет цветов, то есть, и при этом мы тратим каждый раз 500 зольтов. Ну, давайте. Чего? Э, ребята, мне хоть что-то дадите сейчас посмотреть. Наш магазин имеет смолый профит. Прикольно. Очень прикольно. Ну, допустим, давайте, прикол, давайте смолянку сбегаем. Это, конечно, очень оригинально, если все будет так криво работать, а в исключении мой город здесь захватывает. Замечательно. Ребята, я вам, я как бы тут это, того, игру показываю. Можно мне, пожалуйста, не мешать всякой ерунде? статистикой. Да. В общем, хорошо поиграю. Ладно, делаем мы вот сейчас вот так тогда. Новая компания. Само собой, классическая, нормал. Нам нужен тогда типа такое, а тут уже выберем, попробуем сейчас на новой компании все делать сыты, потому что что-то как-то мне не нравится, как все дело работает. Само собой, скипаем. Так, тут у нас сразу все хорошо, но правда черный рынок надо искать, он же получается не сразу на карте показывается. Да, ну хотя бы гейминг посмотрим, у нас денег вроде хватает, у нас их много на этом старте. А можно мне в вайбер пустить? Давайте тут посмотрим. О, тут работает. Ну да, там что-то то ли с этим сейвом, то ли там нужно ждать пока раскрутится, потому что возможно не срабатывает. Ну вот, допустим, мы сыграли, получили штаны стоимостью 167 золотых. Сейчас так написано байпайс 160. Ну и так можно все деньги просрать, получить, может, что-то даже хорошее, правда, тут еще, видимо, от уровня, зависит, потому что, видите, там тут наградные скрины. Вот, и в принципе так сидеть это гамать можно до посинения, так сказать, настоящая азартная игрушка. Ну ничего особенного на самом деле здесь нет, здесь довольно такой примитивный на самом деле геймплей в плане этой вещи, но как бы присутствует и это в том числе. Ну вот не знаю, сейчас найду ли я вообще черный рынок и будет ли он на том же месте, потому что я опять же не знаю, он как бы рандомно появляется или он в одном месте. Если в одном том же месте, то мы найдем его сейчас где-то вот тут. не с рандомно, то мы замучаемся сейчас его, наверное, искать. Но я, так сказать, пробегусь и пока я бегу последние детали патча. Появились ачивки в стиме, то есть различные действия, вы получаете ачивки в стиме. Мне лично такие вещи не сильно интересны, но я знаю, многие люди любят ачивки, для многих это является очень важной вещью, типа собирать их, там баджетки себе с них создавать, торговать даже может там карточками, правда нет, карточки это немножко другое, прям это не баджи, карточки, другое, нет, речи, не видно, конечно, самой самой ачивки, но ачивки там тоже, по-моему, какие-то тебе бонусы дают, но в любом случае такие вещи есть и нужно, так сказать, их учитывать, что-то здесь вижу бандитов, не вижу черного ринка, но он, по-моему, все-таки рано, он как-то спаунится, так же, как, допустим, мерсенайрис кеймс и бандит хайтауты, здесь свои нюансы, ну ладно, короче, в принципе, конечно, кривовато, но не я такую жизнь такая, потому что, честно говоря, да, идите нафиг вы, что я никак не вот так, вот, все-все, я, да, я, я проиграл вообще, я слился, ладно, в общем, как так получается, я не все показал, потому что, ну вот, игрушка так, вот видите, не совсем адекватно работает, потому что, вроде бы, должно было бы работать, черный ринок должен было работать, но, в общем, там ничего не появляется, вероятно, там должны появляться какие-то на выбор предметы, но у меня не появляются, ну ладно, не страшно на самом деле, то есть, переработали и переработали, в общем, это почти все крупные изменения, там, конечно, есть нитри баланса, исправление багов, хатфиксы, но, вряд ли, вам они уже интересны, мы, я думаю, что остановимся на том, что я вам сегодня показал, игрушка, как я уже заметил, изменяется, улучшается, дорабатывается, разработчики не остановились после релиза, видите, пускают полезные, нужные патчи, пускай, все-таки, игра все еще далека от совершенства, от одеяла, от одеяла, да, идеала, хотя это одеяло, оно тоже далека, вот, но, по крайней мере, есть движуха, и разработчики не остановились на достигнутом, это тоже, на самом деле, хороший положительный момент, потому что все-таки команда не самая крупная, это индюшатина, это ограниченные ресурсы, и ожидать у них слишком многого не стоит, то, что они уже сделали, на мой взгляд, это уже большое достижение, но я дальше, в свою очередь, буду следить за игрой, в случае чего, выпускать интересные видеоролики, публиковать новости на сайте Санеков Хайрадзи, ну а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!